всем привет ребятки рады вас приветствовать на нашем канале я на деревне записываю очередной видеоролик да что такое короче шо сдулась мать как говорится небольшие у меня проблемы но думаю что все будет хорошо все нормально живы будем не помрем короче спина у меня то ли поясница то ли копчик я обычно особо не люблю рассказывать о каких-то своих болячках потому что они у каждого у нас есть так или иначе маленькие проблемы большие проблемы и сегодня болеешь завтра ты выздоровела и такое не люблю об этом говорить но сегодня мое терпение ветряка сегодня сильное мое терпение лопнуло это просто капец то ли далось оно то что я посадила пологорода то ли что то ли не не знаю чё вообще эта проблема ноги у нее растут еще много-много лет назад просто так совпало что но усугубилась конечно обидно что надо много всего делать на стране война понимаете и когда здоровье отказывает печально короче еще и проблемы в аптеках с препаратами с обезболивающими какие-то уколами таблетками но когда только еще война началась мы успели в аптеке нашла 2 ампулы 2 ампулы вальтерена вот мне две ампулы еще остались и вот они на меня уйдут но по стечению обстоятельств то ли радоваться то ли плакать но так как я приболела то мы в полном составе нашим семейном сегодня мы на даче вместе с но пришли пешком вот потому что у нас проблемы с машиной уже месяц вот сколько война и война и длится до месяц где-то короче машина вот у стояла стояла то есть ей не пользовались так как сергей был занят машина не пользовались аккумулятор разрядился зарядил но дело не в аккумуляторе она не заводится тык 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 не схватывает не заводится короче а мы вспомнили что мы накануне где-то какая-то война началась и в первых видео мы когда искали бензин когда все судорожно да покупали бензин вот залили какой-то там ну короче плохого качества получается бензин и скорее всего это сыграло роль что-то там не тот сам а сейчас нет времени заниматься машиной поэтому пешком пришли и у нас сегодня прям такой то есть в семейном кругу день прошел дочка сергея с дятем приехали мы попили чай посидели поболтали хорошо провели время и как-то так вот полдня прошло а это что-то покушали я прилегла и понимаю что уже боль доходит до того что я просто не могу лежать то есть сидеть могу на как-то вот так вот ой и уже знать когда терпишь 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 где-то обезболивающее выпил где-то еще что-то а уже доходит до такого что все уже уже все я как раз сергей есть говорит мать не переживай мы тебя вылечим уколы будем сегодня делать вольтерен я его никогда не делала но сергей сам себе его колит когда боже ветряка когда спина у него болит поэтому и мне должен помочь два угольчика есть делаем и я думаю что встану на ноги еще хотелось мне редиску посадить но не пошла на огород не стала рисковать я вчера нас сажалась много полдня провела на огороде вот и сегодня так короче он меня не пустил вот по комментариям каждый день все спрашивают где сергей где сергей ребят я же не могу в каждом видеоролике вести отчет где лена где сергей если смотрели каждое видео то знали бы не задавали вопросов я говорила что сергей все нормально нога у него выздоровела но на данный момент по моему полностью выздоровела нога там долго там еще надо кое-чему зарасти за затянуться долгий процесс ну в общем там нормально уже и спина в норму пришла то есть сергей все нормально просто он ему сейчас не до ютуба совершенно он сейчас занят другими делами вот и то есть ему нет нет времени абсолютно на ютуб такие дела залину тоже че буду в каждом видео говорить ребенок занимается у нас дистанционное обучение занимается школой занимается уроками то есть дистанционку у нас восстановили идут уроки как онлайн уроки прям с преподавателем по видеоконференции по видеосвязи плюс так домашние задают дети отправляют отсылают вот более-менее с интернетом сейчас нормально слава богу это в городе смотря у кого какой интернет было время что с интернетом проблемы вот смотря какой провайдер у тебя ну слава богу восстанавливают и все нормально работает вот пока сергей здесь планирую яшу меня планы понимаете за пару дней это я так себе решила что за пару дней я оклемаюсь вот и пока сергей здесь то надо посадить эту картошку картошку я поставила на проращивание в летней кухне на солнышко как мне зрители написали спасибо зрителям мне очень советы действительно дельные нужные которыми необходимо не помогают так как я не садовод огородник такой любитель да не профессионал вот поэтому многих вещей не знаю и люди мне в комментариях помогают что нужно картошку где-то в теплое место и на солнышко она быстро прорастет потому что там два сорта одна сорокадневка а вторая какая-то там ну более позднее вот у нас сорокадневки хоть чуть-чуть росточки есть а на втором сорте картофеля вообще нет никаких росточков надо прорастить хотя опять-таки не кто-то в комментариях писал что а мы сажаем не пророщенную просто она там на неделю-две позже всходит и все в этом-то и разница но не знаю вот я поставила в летней кухне который у нас ну без ремонта стоит домик монаш маленький 2 прям на стол там окно пластиковое такое большое и туда целый день светит солнышко на солнышке находится вот показа не наблюдаю но может она недельку должна там две постоять не знаю пока росточки не особо там увеличились вот ну в любом случае хотя бы я же говорю хочу за пару дней выкарабкаться с этой своей болячки и посадить хотя бы вот это вот сорокадневку картошку можно было как можно раньше кушать уже молодую картошку и не покупать как я говорила мы купили 55 килограмм по вам на посадку а как ее сажать по одной или по две я знаю что некоторые вообще по половинке если хорошие ростки можно все по половинке сажать вот в прошлом году мы по одной сажали а шой был что будет если по 2 может быть ее там больше в ямке будет или тогда может быть и недостаточно будет питание если и 2 будет да не знаю вот написали мне я в прошлом видео показала как я посадила на рассаду в эту могилку стекло на огороде семена томатов помидор написали мне что сильно много земли насыпал нет это может видео так показалось там немного земли вот потом написали что неправильно ну короче раскритиковали что все неправильно посмотрим уже как есть это какой-никакой опыт да все учатся на на опыте я же говорю понятно что пишу там советы да но каждый человек у него вот я почитаю почитай какие-то советы да ну еще просто есть такая штука что я эти советы читаю после уже того как я совершила ошибку после этого читаю советы вот я в любом случае что ты читаешь какие-то советы но у тебя же есть еще какое-то свое мнение да и при этом при всем надо учитывать что допустим там 10-15 советов и они все разные и плюс еще свое поэтому мы совершаем ошибки это нормально мы все люди да вот и если это была ошибка значит это моя ошибка и она будет исправлена на моем личном опыте а самое ценное это блин собаки достали а самое ценное это лично свой опыт а не чей-то да потому что мы в детстве когда растем нас родители учат там юля вот это так не делает ишь пока на эти грабли не наступишь понимаете ты все равно сделаешь по-своему а потом думаешь там а там кто-то был прав а то уж так нашу картошку планирую посадить ну потому что это не так да быстро и объем большой я говорю короче этим летом надо как никогда заняться огородом и постараться вырастить и объем огорода большой как я все это осилю вовремя сапать и убирать бурьян во всяком случае буду стараться насколько мне поздно позволяет здоровье а насчет здоровья скажу что никто от этого не застрахован это совершенно не зависит сколько тебе лет тебе может быть 20 и у тебя паршивое здоровье тебе может быть 40 50 60 да вот поэтому здесь не зависит от возраста не всегда зависит от образа жизни то есть куча есть своих каких-то приколов какие-то болячки врожденные наследственные и и так далее ребята не чудо просто шо болеть сейчас сложно потому что время такое какие-то большие города не поедешь для серьезной какой-то помощи это это плохо конечно сколько сейчас связи с войной ребята сколько людей погибают потому что не могут им оказать вовремя помощь потому что нет препаратов которые жизненно необходимы жизненно важно необходимые понимаете сколько людей сейчас даже по этим причинам погибают это просто ужас тихий ужас вот буду звонить в понедельник записываться на узи пройду плановые все свои нужные эти процедуры потому что уже затянуло ну я вообще прохожу раз в год но по хорошему надо проходить два раза в год прошлом году я проходила в июле по моему вот уже пришла пора надо все это пройти в городе слава богу пока все тихо и спокойно и я думаю что частные кабинеты узи должны работать любом случае поэтому пока есть возможность надо все это пройти и уже оттуда плясать просто уколы я сделаю потому что уже все уже не этот сам не сидеть не когда напашешься напашешься и ты ложишься чтоб отдохнуть а ты не можешь просто расслабиться то уже все короче не знаю крик души не люблю жаловаться на какие-то болячки но достала достала уже все сначала нервы потом слезы потом переходит в смех это у меня так короче такое гораздо проще сейчас стало во дворе этот самый приходишь хоть можно руки нормально помыть у нас в доме есть вода ну майдадыр но там задалбываешься воду надо в эту базу изолить с ведра а потом ты руки помыл во время вынести а нож выливается тоже в ведро канализации то нет каждый раз таскаешь ведро туда ведро оттуда короче надоедает а здесь классно слив ты себе моешь спокойно и обалденно я очень довольна надо еще найти у меня где-то дома может быть есть старые вот в это белая раковина которую может установили эмалированная советская на класс она будет служить на улице еще века вот и этот затыкачка этот чопик чтобы закрывать и у нее можно закрыл воды набрал и даже там белье замочить постирать и всякое разное такое очень удобно надо найти эту штучку вот резиновая такая закрывашечка вот так что все нормально ребята костика по-прежнему нет ну честно я уже говорила предыдущих видео просто не все на ролике до каждый ролик смотрят вот костика нет но уже у меня если честно надежды уже руки опустились я уже не уверена что он вернется вот с вас и все в порядке просто на вкладывание всегда попадает потому что кошки они такие они где-то постоянно где-то прячутся где-то спят вот недавно она еще была тут на лавочке сейчас смотрю уже нет альма вот вы сами услышите она вечно бегает радостная энергичная вот жук жуковский по большей части сидит на цепи потому что он не только его прицепила и начала видео писать он слышу гавкать за забором уже остановила переписываю что под ним файлом то сразу загрузить на youtube жуковский тоже все нормально все в порядке кушают сыты а что для собаки надо самое главное чтоб покушать было попить воды да и все и приласкать обнять и все это у них в полном достатке слава богу все у них есть вот корм когда-то поначалу я насыпала ведро корма половина ведра еще осталось то я убрала так как я еще скормлю кашей этот сухой корм после лучших сохранится мало ли что вдруг его убрала нефиг потому что они начинают каши перебирать жук же до этого вообще сухой корм не признавал он вообще его не понимал что его надо грызть он не понимал что такое потому что он с детства не приучил не знал вернее что это такое и в общем вовсе его запах иди сюда запах нет не привлекал вот она но с грязной но с грязной шкодница шкодница мамина собака лапы грязные вонючая надо искупать ее ну кстати и ему в этой раковине прямо альму можно будет замачивать купать летом вот за что я говорила а когда корм стоит он кашу хуже ест а я убрала и побастовал он пару дней не хотел есть кашу вот я ему ее а тогда еще прохладно было я ему ее разогревала потому что выбрасывать и не буду сейчас нынче время такое продукты переводить вот то через пару дней он проголодался или даже три дня короче бойкот он объявил в итоге доел кашу и все сухой корм убрала на норму собака пришла нормально доедает все до дна так что такие дела ребята еще с видео такое полно жаловалась на жалость но у меня сегодня просто ну да крик души мы еще просто просидели полдня в беседке семейным собранием вот и я уже и так сидела так сидела я не тяжело сидеть и так я же говорю двигаюсь хожу я как-то забываю за боль только стоит лечь или сесть и все и капец вон ласа пришла и вон как я сейчас ласок иди на 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 сейчас погожу опа вот она живая здоровая ребят вот она да ты куда лезешь шальма вот она сидит много ну долго на руках она такая сама по себе кошка так что такие дела ребята вот ну простите что нажаловалась к как есть короче все будет хорошо сегодня сделаем укольчик и я так рассчитываю что я завтра буду бегать прыгать и скакать я так думаю главное в это верить короче вот такое конечно терпеть я же говорю я больше двух недель терплю и посадила с этой проблемой пологорода тетя женя каже юля а шутся у тебя палочки там этот самый по всему огороду торчат ты шо стики засадила я кажу да это дала маху мне поскорее поскорее ажиотаж страх и все вместе думаю надо сажать вот уже там много засадила ну понятно кроме огурцов тыквы и кабачки это еще рано помидоры и то я помидоры я надеюсь рассаду купить потому что у меня руки не с того места мне не получается вырастить что-то не знаю надежда еще еще там что-то прорастет еще в ящичке у меня смотрю потихонечку петелечки они долго сидели но петелечки сходят не пишет юля что ты забери эти ящики которые ты посадила здесь холодно в доме забери домой в квартиру ребят тащить пешком ящики это ну по одному ящику в день тащить город полной земли короче не поэтому здесь но здесь более-менее в доме тепло потому что конвекторы вот например я пришла на целый день с леной конвекторы включили и более менее нагревается и плюс саманный дом оно тоже играет свою роль тип мы приходим тепло еще держится но так на ночь мы их не оставляем потому что все таки это не пожара небезопасно небеспечно вот поэтому такие вот дела ли она похудала скинула больше трех килограмм я в ее возрасте 14 а у меня в подростковом возрасте был такой период что именно в 14 лет я сильно-сильно похудала на где-то даже одна фотка была я там худющий кстати мне тоже когда коры было как у лена я там худющая вообще я как сейчас помню я весила в 14 лет 43 килограмма худенько вот так или на 14 лет начинает вес скидывать скидывать или ты совсем уже как этот самое ну видео снимано и и раньше видео не снималась не хочет ребенок то есть не заставлять не никого не буду на жиле вот у сергей камеру отдал хочешь снимать заставлять свою семью сниматься тоже ерунда какая-то правильно вот похудала лена лена решилась обрезала я и челку она очень давно хотела и причем она лет мам я хочу челку как у тебя тире ты шо у тебя она будет красиво давай если хочешь челку мы тебе обрежем она будет пряменько нормально стоять на лет нет я хочу как у тебя у меня что-то вечно у меня завиток у меня всегда на две стороны разделяется а ей оказывается нравится но это наверное нормально что девочки хотят быть похожи на маму вот мама я хочу чтобы как у тебя деревню не знаю мы хотя а наш много лет она с третьего класса из 4 с четвертого класса по моему она отращила не раньше была челка а потом не было мечта чтобы она ну вросла в волосы было ну со всеми волосами чтобы челки не было было одной длины до все волосы и она много лет посчитайте сколько отращивала да а это теперь и не знает рискнуть или не рискнуть больше как вырезали а у меня же хорошо что я купила те ну хорошие ножницы парикмахерские ну все давай я отделила и что там будет челка из этого что будет остальные волосы намочила все уже держу резать ирю ладно давай я сначала по длине и вот так вот обрежу мы посмотрим и будем уже укорачивать там как надо нет нет пошла опять походила выходила все давай режь я опять мочу опять короче я руле ну может быть и будет у тебя по двум сторонам она становится я хочу чтобы они как как у тебя вот так вот так вот или как вот так берешь не знаю как у тебя она будет короче я говорю давай резать они у тебя привыкли уже на две стороны может она и будет короче мы чикнули обрезали смотри зеркало нет не буду ты мне сначала уложи короче уложила феном и она берет так на этот самый на две стороны ей падает я руленка смотри в зеркало смотри говорит мама спасибо может скакала прыгала довольно сергею позвонила лет папа папа ты знаешь у меня челка короче вот такие дела довольная похудавшие у нее прям лицо изменилось но мало того что похудела и но дело в том что она при этом как бы ну не скажу что не ну стала там меньше кушать просто ну растет организм вот прям на лице изменилась и с этой челкой прям не знаю какая-то стала такая девочка-девочка вот так вот такие дела ребят так что все она болтала как обычно вам сильно много все на это буду заканчивать прощаться с вами до нового видео всем мирного неба над головой будьте здоровы не болейте верьте в лучшее не опускайте руки берегите своих близких ребята все до новых встреч пока пока